С вами Рик Реннер, и сегодня я нахожусь в центральном районе Москвы. Вообще, я живу в Москве. Я стою возле старой крепостной стены, возведенной в далеком от нас 16-м столетии для защиты города от внешних угроз. Москва пережила много нападений, как и Россия в целом. Например, нападение Чингисхана, представителя Монголии. Войска Чингисхана и его внука захватили почти всю территорию страны и господствовали здесь целых 300 лет. На Россию нападала Турция, нападала Швеция, нападали рыцари Тевтонского ордена, нападала Франция. В 1812 году в Россию вторглась армия Наполеона. Затем были Первые и Вторые мировые войны. Словом, этот город подвергался нападению множество раз. По этой причине и были возведены оборонительные стены для защиты города и его жителей. Эти укрепления препятствовали проникновению вражеских сил внутрь города. И благодаря надежности этих стен зарубежным захватчикам ни разу не удалось проникнуть внутрь этого района Москвы. Эти стены препятствовали проникновению врагов внутрь города. Они служили по своему назначению. И сегодня я обращаюсь к вам. Как вам построить оборонительную стену вокруг себя, чтобы отражать нападки вражеских сил? Как не позволить дьяволу проникнуть в вашу жизнь? Для этого нужна граница. Нужны укрепительные сооружения. Об этом и пойдет речь сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Сегодня я начинаю цикл из десяти передач о том, как не дать дьяволу проникнуть в вашу жизнь. Хотите, чтобы дьявол к вам не лез? Не лез в вашу семью, не трогал ваше здоровье и деньги? Следуя этим практическим советам, вы возведете вокруг себя стену, и дьявол вас не достанет. Это очень важная и практичная тема, и верю, что вы почерпнете для себя что-то новое из Слова. Для начала, предложу вам подборку материалов на тему «Как не впускать дьявола в свою жизнь». Мы компонуем материал из этих передач замечательным учебным пособием. Это правда превосходное пособие. Вы сможете изучать данный материал вместе со мной по учебному пособию. Прочту отрывок об этом пособии. В этих материалах мы утверждаем, что трещины в стенах нашей жизни позволяют дьяволу проникнуть внутрь нее и похитить все ценное. Это правда. Он находит трещины, лазейки, через которые получит к нам доступ. И как важно заделывать все трещины в своих стенах. Так как же возвести стену, настолько крепкую, чтобы дьявол не смог проникнуть на вашу территорию? Какие меры вам нужно принять, чтобы не отдать ему ни пяди вашей земли, в личной жизни, семье, здоровье, деньгах, отношениях? Помните, конечная цель дьявола — полностью уничтожить вас. Но вы можете не подпускать его к себе. Умение держать оборону убережет вас. Об этом здесь и пишется. Здорово! Замечательный цикл, с которым следует учебное пособие. Этот материал поможет вам научиться применять духовное оружие для победы над врагом. Вам необходимо знать о дарованном вам духовном всеоружии. Помните, дьявол реален, и его задача сбить вас с пути, к вашему предназначению. У вас есть будущее. Бог спланировал ваш путь, и дьявол хочет вас запугать. По этой причине, Бог снарядил вас духовным арсеналом и учит вас его применять. С таким вооружением вы способны контратаковать и пресекать любые попытки дьявола обмануть вас. В этом материале изучается природа нашего врага и суть духовного всеоружия, данного Богом для победоносной битвы на всех фронтах наступления. Вообще-то, вы снаряжены для битвы. Бог вооружил вас всем необходимым для победы над врагом. Помните о здравомыслии, слушайте Божьи слова и внимайте голосу Святого Духа, который подскажет, как возводить стены, благодаря которым дьявол к вам и близко не подступится. Скажу откровенно, гораздо проще не впускать дьявола, чем пытаться выгнать его, когда он уже влез. Выгнать его, конечно, можно, но лучше всего, вообще не давать ему проникнуть в вашу жизнь. Сегодня мы начнем с первого послания Петра, пятой главы, восьмого стиха, одного из моих любимых в Новом Завете. Будучи уже пожилым человеком и опытным Божьим служителем, Петр пишет христианам, с точки зрения здравого смысла, советую им, как жить в безопасности. Итак, Первая Петра, пятая глава, восьмой стих. Откройте Библию и прочтите вместе со мной. Первая Петра, пять, восемь. Презвитесь, бодрствуйте, «Потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». В этом стихе Петр разъясняет нам действия дьявола. Тот пытается проникнуть в нашу жизнь, чтобы, по словам Петра, поглотить нас. Что именно означает слово «поглотить»? В контексте «поглотить» на греческом «пино», что на самом деле означает «не поглощать». Встретив глагол «поглотить», вы, полагаю, представляете себе льва, который съедает мясо с костей своей жертвы, поглощает душу животного. Греческое слово «пино». Так вот, оно означает «вовсе не есть мясо». А «пить». Этим словом Библия рисует образ льва, который навис на туши жертвы, уже тщательно обглоданной. Все, что от нее осталось — кости, кровь и сукровица. Глагол «поглотить» — греческое «пино» означает «выхлебывать». Представляете, как лев слизывает все оставшееся на скелете. Он уже поглотил все мясо, съел мягкие ткани, и на костях жертвы не осталось ничего, кроме жидкости, которую лев выхлебывает. Вот какой смысл вкладывается в это слово в 1 Петра 5, 8. И мы понимаем намерение дьявола в отношении меня и вас. Он намерен влезть в нашу жизнь, испортить ее, извести нас, измучить, довести до полного поражения. Он намерен не просто переживать и поглотить нас, а поглотить полностью и до конца. И когда от нас останется лишь мокрое место, он выхлебает и вылежит и его. Вот как. Как христианин и пастор, я встречал множество людей, изведенных и поглощенных делами дьявола. И почти всегда причиной была оставленная открытая дверь, через которую сатана проник внутрь. А проникнув в жизнь христиан, дьявол принимается пожирать их, поглощать все, что сможет, и в конечном итоге вылезать их до последней капли, чтобы от человека не осталось ничего. Дьявол хочет полностью уничтожить человека. Он настолько зол, настолько коварен. Поэтому Петр, восьмой стих пятой главы своего первого послания, начинает словами «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Я зачитаю отрывок из своих заметок, потому что мы обратимся к нескольким местам Писания, и я прошу вас слушать внимательно. Первое Петра, пятую главу и восьмой стих, Петр начинает словами «трезвитесь», «бодрствуйте». Сегодня мы рассмотрим слово «трезвитесь», а в следующей передаче «бодрствуйте». Какое значение Петр вкладывает в слово «трезвитесь»? Напомню, он говорит об этом в контексте дьявольских нападений. Дьявол берется преследовать, стремится поглотить, выхлебать все соки, чтобы от вас не осталось ни следа. Это серьезное дело. Риск такого исхода «правда, высок». И Петр начинает со слов «в этом деле будьте трезвы». Что такое «трезвитесь»? Глагол «трезвиться» на греческом «нифо» означает быть трезвым, непьяным, быть свободным от алкогольного опьянения, быть свободным от бредового состояния, свободным от искаженного восприятия реальности и галлюцинаций, которые обычно возникают в состоянии опьянения. И вот особенно «мыслить ясно не так, как оглупевшие пьяницы». Это важный оттенок значения данного слова. «мыслить ясно не так, как оглупевшие пьяницы». Быть свободным от глупого мышления, следовательно, обладать здравомыслием, четкими и ясными суждениями, способностью контролировать мыслительный процесс, контролировать свои реакции в противовес тому, когда человеком управляют внезапные порывы, импульсы, капризы, изменчивые эмоции, обладать смекалкой, мыслить рационально, а не иррационально. Прошу послушать внимательно, это важно. Значение слова «трезвый» на греческом «нифо» быть свободным от состояния опьянения, а это очень важно. Быть свободным от состояния опьянения, находясь в котором человек перестает следить за собой, и, как в порядке вещей, предается глупому поведению, нерассудительным разговорам, подвержен вредоносным решениям. Мне особенно нравится перевод греческого слова «нифо» «мыслить ясно, а не как оглупевшие пьяницы». В состоянии опьянения человек говорит то, что иначе не скажет, делает то, что по-другому не сделал бы, ведь человек опьянен. А когда человек опьянен, он себя не контролирует. То есть, призывая христиан трезвиться, Петр просит их быть на чеку, на стороже, мыслить ясно. Почему? Потому что противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Давайте посмотрим на примеры слова «трезвитесь» в Новом Завете и увидим, как обычно использовалось это слово. Мы прочтем шесть значимых стихов из Нового Завета, в которых встречается слово «нифо» «трезвитесь». Начнем с 1 Фессалоникийцем 5 главы 6 стиха. В данном стихе апостол Павел описывает ответственный подход к жизни в ожидании возвращения Господа. Прочтем в русском синодальном переводе. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Вот слово «трезвиться». И как можно пересказать этот стих? Вот как. «Будем следить за собой и мыслить ясно, а не так, как глупые пьяницы, которые перестают контролировать себя и допускают глупейшие ошибки». Еще раз. «Будем следить за собой и мыслить ясно, а не так, как глупые пьяницы, которые перестают контролировать себя и допускают глупейшие ошибки». Или посмотрим 1 Фессалоникийцем, 5 главу 8 стих, где Павел объясняет, как жить ответственно в ожидании пришествия Господа. Давайте прочтем. Этот стих в синодальном переводе. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся». Вот глагол, который мы изучаем, «нифо». «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Как вы видите, здесь Павел призывает нас трезвиться, на греческом «нифо». И данный стих можно пересказать вот как. Но мы, люди дня, да будем мыслить четко и отличаться разумностью. Мыслить четко и отличаться разумностью. Откроем 2 Тимофею 4, 5. Здесь апостол Павел напоминает Тимофею о необходимости в последние времена быть рассудительным. Вот как этот стих звучит в синодальном переводе. 2 Тимофею 4, 5, сказано прямо. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестия, исполняй служение твое». В начале стиха читаем. «Но ты будь бдителен». «Бдителен» — это перевод того же греческого слова «нифо». Можно прочесть этот стих так. «Имей свою голову на плечах, держи себя в руках и мысли четко, а не как глупые пьяницы». Вот это да. Прочту еще раз. «Имей свою голову на плечах, держи себя в руках и мысли четко, а не как глупые пьяницы». Фактически здесь Павел пророчествует, что в последние времена мышление людей будет во многом нерассудительным. «Люди не будут мыслить четко и рационально, потому что отравлены духом этого мира, извратившим их мышление». Павел пишет Тимофею. «Не поддавайся влиянию духа этого мира. Не позволь отравить себя тем, чем отравлен этот мир. Будь свободен от мирского духа, кривизны мышления и обольщения». Повторю. «Но ты будь бдителен». Можно прочесть так. «Имей свою голову на плечах». Правда, замечательно? Библия практична. «Имей голову на плечах, держи себя в руках, мысли четко, а не как пьяные глупцы». Или откроем 1 Петра, 1 главу, 13 стих, где Петр призывает нас жить ответственно в ожидании скорого возвращения Господа. Вот что пишет апостол в 1 Петра, 1 главе, 13 стихе в Синодальном переводе. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Сколько глубины в этом стихе? Во-первых, «припояжьте чресло ума». У ума нет чресла. Тогда, о чем говорит автор, он рисует образ, Библия полна образов. А греческий язык великолепен. Во время состязаний бегун припоясывался или подтыкал под ремень полы своей одежды, которые свободно свисали при ходьбе. Зачем? Если полы одежды будут болтаться, во время бега они запутаются между ног и помешают бежать. Опытные бегуны подтыкали свободно свисавшие полы своих одежд под пояс, чтобы ноги были открыты и ничем не стеснены во время движения. Петр просит своих читателей, «Возьмите в вашей жизни все болтающиеся концы, все праздные мысли, все отвлечения, все, что помешает вашему бегу. Уберите их подальше, чтобы бежать свободно и достигнуть своей цели». Вот что значит выражение «припояжьте чресло ума». Далее он пишет «бодрствуя», слово «бодрствуя» на греческом «нифо», то слово, которое мы исследуем. С учетом сказанного, данный стих можно прочесть следующим образом. «Следовательно, припояжьте чресло вашего ума и откажитесь от безответственного, глупого мышления, которое ведет к плохим решениям». Мыслите четко, а не как глупые пьяницы, не как глупцы. Жить ответственно. Петр призывает к ответственной жизни. Господь грядет. «Перед нами поприще, нам бежать и бежать». Петр пишет «припояжь все болтающиеся, все концы. Уберите, чтобы не мешали». И бодрствуете. Этот стих можно понять так. «Следовательно, припояжьте чресло вашего ума и откажитесь от глупого мышления, которое ведет к плохим решениям». Мыслите четко. А теперь прочтем слова Петра в его первом послании, 4 главе, 7 стихе, где звучит призыв Петра к ответственной жизни перед скорым возвращением Христа. Прочтем слова Петра в синодальном переводе 1 Петра, 4 главы, 7 стиха. Впрочем, близок всему конец. Петр пишет о пришествии Христа. И так продолжает Петр. «В свете этого будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Слово «благоразумны» здесь, на греческом «нифо». Можно истолковать так. «Следовательно, будьте трезвы умом, свободными от опьянения житейскими соблазнами». Свободными от опьянения житейскими соблазнами. Вспомните, как ведет себя человек при опьянении. Он перестает себя контролировать. Принимает неверные решения, он не трезв и совершает откровенные глупости. С ним случаются беды. Петр пишет. «Нет, ни в коем случае. Избегайте состояния опьянения житейской суетой. Будьте благоразумны». Что можно понять так? «Будьте трезвы умом, свободными от опьянения житейскими соблазнами». И вот, наконец, мы пришли к основному стиху на сегодня. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Люблю этот стих. Петр пишет. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». В данном стихе слово «трезвитесь» на греческом «нифо». Можно истолковать. Мыслите четко, а не как опьяневшие глупцы. Изучив значение слова «нифо» в разных местах Нового Завета, особенно в посланиях Павла и Петра, мы понимаем, что слово «трезвитесь», «нифо», прежде всего означает «мыслить четко», иметь свою голову на плечах, держать себя в руках, мыслить ясно, а не как пьяные глупцы. Позвольте изложить значение этого слова еще раз. Глагол «трезвитесь» означает «быть трезвым, непьяным, быть свободным от алкогольного опьянения, быть свободным от бредового состояния, искаженного восприятия реальности и галлюцинаций, которые обычно возникают в состоянии опьянения. Мыслить четко, а не как пьяные глупцы. Быть свободным — это очень важно. Быть свободным от глупого мышления, следовательно, обладать здравомыслием и четкими, ясными суждениями, способностью контролировать мыслительный процесс, контролировать свои реакции в противовес тому, когда человеком управляют внезапные порывы, импульсы, капризы, изменчивые эмоции, обладать смекалкой, мыслить рационально, а не иррационально, быть свободным от состояния опьянения, находясь в котором человек перестает следить за собой, и как в порядке вещей, предается глупому поведению, нерассудительным разговорам, подвержен вредоносным решениям, или размышлять серьезно. Вот как Петр начинает этот стих, где разоблачает деятельность дьявола по внедрению в нашу жизнь с целью уничтожить нас, поглотить. Вначале Петр пишет «трезвитесь». Ведь вот как бывает, зачастую, когда мы относимся к жизни несерьезно, перестаем себя контролировать, в нашей жизни образуются лазейки. И через эти лазейки дьявол проникает в нашу жизнь. В эмоциях мы сказали то, что не следовало говорить, или сделали что-то совсем ненужное, словом поступили безответственно. И через эту лазейку дьявол смог просочиться в нашу жизнь. Изучите все нападения дьявола на вашу жизнь, и вы поймете, что основной причиной этих атак стала небрежность. В тот момент вы не трезвились, не отнеслись к своему поступку трезво, и этим создали точку доступа сатаны в свою жизнь. Вот почему Петр начинает этот стих словами «трезвитесь». Имейте голову на плечах, мыслите четко, судите трезво, понимая, что делаете. Почему? Потому что противник дьявол ходит вокруг вас, словно ревущий лев, ища кого поглотить. От нас требуется трезвость в образе жизни и образе мыслей. Продолжим через минуту и помолимся. Вы чувствуете, что находитесь под атакой. В ваших отношениях, финансах, здоровье. Библия говорит, что дьявол приходит украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Не позвольте дьяволу проникнуть в вашу жизнь, и вы сможете одержать победу в каждой сфере. Из этой серии аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» вы узнаете, что ваша жизнь находится под постоянными атаками врага. Дьявол все время ищет способ пробраться в вашу жизнь. Но вы можете стать победителем в этом противостоянии и научитесь выстраивать духовную стену вокруг себя и своих близких. Эта серия программ доступна в аудиоформате на нашем сайте ignc.org. Изучив эту серию программ, это поможет вам по-новому взглянуть на Божье всеоружие и научит отвергать любую ложь дьявола и жить в победе каждый день своей жизни. Не пропустите это специальное предложение и скачайте бесплатно серию аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» на сайте ignc.org. Изучите эту тему глубже вместе с учебным пособием, которое мы подготовили специально для вас. Учебное пособие – это эксклюзивный дополнительный материал каждой из тем программы «Измени свой мир». Вместе с учебным пособием вы сможете более детально становиться на интересующих вас вопросах, подробно ознакомиться со всеми греческими словами, которые использованы в Библии, библейскими терминами и определениями, а также в подробностях изучать исторический контекст событий, о которых говорится в программе. Для подробного изучения каждой темы в учебном пособии предлагаются вопросы и полезные ссылки. Но это еще не все. Только здесь вы найдете советы по практическому применению полученных знаний в вашей жизни. Смотреть программу «Измени свой мир» станет проще и удобнее с учебным пособием. Вы не упустите ни одной важной детали, о которых говорит пастор Рик Реннер. Скачайте учебное пособие бесплатно на нашем сайте ignc.org в разделе программы «Измени свой мир». Предательство, смерть, воскресенье. Из этой электронной версии книги вы узнаете много нового о событиях, произошедших в пасхальные дни, а именно о последних часах, которые Иисус провел со своими учениками, об аресте Иисуса в Гефсиманском саду, об истязании Иисуса перед Понтием Пилатом, о распятии, погребении и воскрешении. Книга состоит из 30 глав по главе на каждый день. Так, прочитав главу, у вас будет пища для размышлений на целый день. Бесплатно скачайте ее сегодня на нашем сайте ignc.org Меня зовут Джол Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка служения «Облагая весть онлайн» оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше, и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми — просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста, а после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Здесь они нашли не только общество, в котором больше не чувствуют себя одинокими, но и обрели надежду — они нашли и Иисуса. Благодаря вашим сердцам, открытым для даяния, мы можем приводить этих людей ко Христу. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам стать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизни еще многих других людей. Никто не должен умирать в одиночестве. Но что более важно, человек не должен умереть, не получив возможность узнать о Христе. Ваша поддержка очень важна для этих людей. Мы должны позаботиться об этих драгоценных Божьих детях. Прямо сейчас, находясь у себя дома, вы можете стать нашим партнером и принять участие в судьбе этих людей. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. Помогая нам, вы помогаете другим. Замечательно, что вы посмотрели эту передачу. Буквально через минуту я помолюсь за вас. Позвольте напомнить, что мы предлагаем эти передачи в виде потрясающего цикла с названием «Как не впустить дьявола в свою жизнь». К циклу предлагается замечательное учебное пособие, с которым изучение материалов станет проще лично для вас или для группы, с которой вы его проходите. Это учебное пособие вам очень пригодится. Этот материал поможет вам научиться применять духовное оружие для победы над врагом. Данный цикл даст вам большее понимание о том духовном арсенале, которым Бог наделил вас, для того, чтобы вы прогнали дьявола со своей личной территории. Бог желает, чтобы вы не дрогнули под натиском дьявола, и для этого даровал вам духовное оружие для успешной защиты. Хочу, чтобы вы помнили, мы готовы поддержать вас в молитве. Если у вас есть нужда, и вы не знаете, к кому обратиться, позвоните нам, напишите нам. Мы помолимся. Верим в силу молитвы, молимся постоянно. Если мы сказали, что помолимся, мы помолимся. И позвольте помолиться сейчас. Отец, во имя Иисуса благодарю Тебя, что сегодня нам выпала возможность пообщаться. Благодарю за Твой призыв относиться к своей жизни трезво и установить границу, предел, чтобы дьявол не проник в нашу жизнь. Благодарим за Божье Слово, успешно исполнить которое нам поможет водительство Святого Духа. Мы не дадим дьяволу повода проникать в нашу жизнь. Провозглашаем это и благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Спасибо за время и внимание. Помните Клесиаста 8.4, где слово Царя, там власть. Пусть сегодня в вашей жизни явится власть Божьего Слова. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Пастор Рик с нетерпением ждет встречи с вами на следующей неделе. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин